И сегодня первая игра, которая пройдет в Германии под комментарием Михаила Поленова и Романа Куцайта. Добрый вечер. Интригу в Еврокубках и особенно в финалах Лиги Чемпионов. Безусловно, этот... Голов африканских футболистов в Лиге Чемпионов, забив свой десятый мяч всех матчей, в которых он играл, он забивал. Что-то будет сегодня вечером в Мюнхене. Эти команды прекрасно друг другу. Лиги Чемпионов называется немного иначе, поскольку запрещены определенные спонсорские наименования. Опытывали довольно серьезные проблемы, и структурные, и системные, и с отдельно взятыми играми. Хочет не только стать лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но и доказать Мухаммеду Салаху, что номер один. Пария против Реала в полуфинале Лиги Чемпионов. Самая популярная пара в истории этого турнира. Мануэль Нойер, получивший повреждения в самом начале сезона. И место в воротах, что вполне ожидаемо, по дистанты Арен Робин и девятый Роберт Ливандовский. Состав, которому могут позавидовать. Зизу главный тренер мадридского Реала. Пока представляем вам арбитров сегодняшней встречи. Сразу же у Реала одновременно такое нечасто бывало. Остались запасы и Бензима, и Бейл. При том, что оба они сдают. С тех пор, как были победы над мадридским Атлетико и Ювентусом одержаны. Действительно, сегодня в полуфинале, в главном матче сезона. Итак, звучит свисток Бьерна Кюперса. Начинается игра. Бавария, естественно, в красном. Реал в выездной своей Манде. Столкновение Ариен Робин. Здесь против него Казимира. Но Робин с мячом. Еще одна передача верхом. Лукас. Хочется, наверное, верить, что нет. Выбегают к нему врачи. Сразу же начинают колдовать над ушибленной ногой. Не катастрофа. Да, конечно, команда перестроится. Будет немножко, наверное, по-другому выглядеть расположение игроков в атакующем. Еще одна передача верхом. Лукас Васкес неудачно выносит мяч. Хамес. Отскок мяча Рибери и Ско. А мы еще раз смотрим момент, когда Рибери пробрасывал мяч в штрафную. Но нет, здесь мяч даже не в руку попал, а в плечо или в грудь. Поэтому, наверное, все-таки от пенальти здесь было довольно далеко. Горяло были сбои в этом лигочемпионском сезоне и две игры с Тоттенхэмом. Неудачная по качеству и, естественно, ответная игра против Евенца. Здесь Серкерамос лежит на газоне, всем видом намекая, что фалил в борьбе с ним Роберт Ливандовский. И лишь спустя секунд 10-15 дал свисток Бьерн Кюйперс. Смотрим, что было. Да, борются они за мяч. Ну, Рамос сыграл сначала в мяч, потом ноги встретились. Это действительно болезненно. И одному и другому досталось. Ну, здесь однозначно. Тачо растягивает Реал оборону Баварии. Момент для Карвахаля. Плотный хороший удар. Свена Ульраев все видел, мяч забрал. Вот Реал, кстати, с Баварией сейчас сыграл ее в оружии. Отбор на чужой половине поля и доведение атаки до удара. Да, действительно, удар произошел после того, как не очень удачно действовал Рафиньян. По сути, удобно для Дани Хоста. Смотрите, вот это уже очень интересно. Йосу Акимих и Рибери бежит. Ливандовский бежит. Кимих будет бить. Самый это гол! 1-0! Бавария вышла вперед! Но это же надо, чтобы именно Йосу Акимих проигнорировал таких партнеров, как Ливандовский и Рибери. Но он попал, и он прав. На жаргоне современном для молодежи просто-напросто он развел сейчас Кейлора Наваса. Все ждали передачи в штрафную, а он взял и пробил поворотом. 1-0. Бавария вышла вперед в первый после... Передача Лукас Васкес, но оказался он не точен. Буатен понесся вперед и чуть было не убежал. Не только от Тони Кросса, но еще одна замена. Две вынужденных перестановки у Баварии только в первом тайме. Минус Буатен. Хватился то ли, ну, честно говоря, не разглядел за что. Кажется, то ли за пах, то ли за мышцу на ноге. Вот в эпизоде борьбы, когда он проталкивал мяч дальше и сразу же свалился на газон. Вот еще раз момент. Его здесь встречает Тони Кросс. И Буатен, тянувшись к мячу, может быть, получил повреждение. Все мы помним, что вчера серьезнейшую травму Алекс Окслад Чемберлин получила. Рибери, но зато плюс один гол. И Бавария продолжает атаковать Анкантера. Рибери, надо забивать второй Франк Рибери. Пока таких шансов совсем немного, чтобы их транжирить. И это Франк Рибери. Да, но тут, конечно, никаких не может быть объяснений. Чтобы Рибери не справился с обработкой мяча. Такое, конечно, бывает очень-очень редко. Внимание. Для него это тоже, кстати, проблема. Драгма Буатен к игре. Что-то не самое главное. Пошла подача. Ливандовский скидка. И удар Хумельса. Не головой, а ногой. Но в противоход вратарю в дальний угол. Это было опасно. Кстати, Ливандовский скидка. Это то, что мечтает услышать Флорентино Перес. Очень много в последние месяцы в испанской прессе информации. Роналду. Вы тоже об этом подумали. Удар Марселу. 1-1. 1-1. Как и Бавария забила в момент, когда она не демонстрировала, пожалуй, свой лучший футбол. Так и мадридская команда отличилась за полторы минуты до того, как команды отправятся на перерыв. Ну и вы тоже ведь об этом подумали. Роналду хотел пробить через себя, как и в матче гостевом с Ювентусом. Да, здесь Роналду примеривался, примеривался, а пробил Марселу. Крайние защитники сегодня забивают. Один гол крашит другого, но это Марселу. Фантастический удар. Мяч, правда, под рукой у Ульрайха скользит. Мог ли здесь... А, нет, не под рукой. Вратарь даже... За Барселону здесь есть Хамес, но все-таки идет подача. Удар и Кейлор Навас. Вот здесь справился. Не сразу, но забрал. Побезло ему, что мяч в него пошел после удара Роберта Ливандовского. Наиграл ли Бавария больше, чем на один мяч? Наверное, да, по моментам. Но сказать, что вот такой вот игровой перевес, опять же, в классическом полуфинале чемпионской лиги. Перерыв. Уже, кроме пропущенного мяча, две проблемы в виде травм. Замененные из-за повреждений вместо Аргена Робена главный тренер Баварии Юбханькес. У Зинадина Зидана пока без замен ворота. Жестко, но обошелся Кюперс без предупреждения. Смотрим за тем, как пойдет игра во втором тайме. С первых минут... ...площади Мадридского Реала. Против него Казимира Риберей обыгрывает. Казимира прострел! И не оказывается мяч в щетке. Николо Рамос, Марс Рамос такой, если угодно. Или Рамоселло. Вдвоем накрыли Роберта Ливандовского. Как же здорово разыграл Риберей. Качнул соперника и дальше катил на линию вратарской. Но здесь успевает. Даже Таваран сыграл. Ставит корпус. Сохраняет мяч в поле. Но Рафаэль Варан очень хороший. В этой стиле единоборств. И в итоге зарабатывает штрафной для своей команды. Ну и здесь уже другие эмоции. Здесь уже обмен мнениями. Еще раз смотрим, как... Рафини. Это может быть голевая атака Королевского клуба Баскетс. Марко Ассенси 1 на 1. Удар 2-1 в пользу Реала. Как и в прошлом году. Ох, красиво. Красиво завернул. Да, история повторяется. По крайней мере на 57-й минуте. Но это, конечно, персональная катастрофа Йосио Кимиха. Который организовал привоз. И вот они. Два свежих новых имени Реала. Хотя уже не сказать, чтобы очень новые. Но по-прежнему свежие. А какая ошибка от Йосио Кимиха. Асенсио и Васкетс разыгрывают двоечку. Но и здесь вообще без вариантов для Уллераха. Эта позиция абсолютно расстрельная. И Асенсио не позволяет себе промахнуться в этом эпизод. А вот Франк Рибери. И мяч под правой ногой. Рибери убрал Казимир. И на вас. Вот здесь выручил по нас. Как-то к углу поля. Вот Кимиха пошла подача. Даже для такого высокого парня, как Кави Мартинес, это было слишком. А вот еще раз момент, когда великолепно сыграл на паузе. Как убрал Казимира Франк Рибери. Великолепное действие. И дальше уже Кейлор Навас. В общем-то в свое... Бавария зажимает. Реал его штрафной. Бьет Ягваль Кантера. Что здесь нет офсайда? Удар. И опять на пути мяча Кейлор Навас. Это третий шанс Франка Рибери в этом матче. Так, все-таки выбит мяч за пределы поля. Потому что Даник Карвахай схватился тут же за ногу. Выбивает за пределы поля. И он травму получает в сегодняшней игре. Тоже, в общем-то, на достаточно ровном месте. Давайте смотреть еще раз, что здесь было. Вернул и своей команде дает возможность далее прессинговать. А Карвахай продолжает. Падает на газон. Но его надо уже, наверное, игрокам Баварии вынести практически на руках за пределы поля. Что сейчас Кантера в ближайшее время. Йосу Акимих подает штрафную. Момент, где мяч. Как он не попал на рот. Много разного говорили по поводу Франка Рибери и Ариена Робина особенно. Давайте еще раз посмотрим за моментом. И поймем, как же мяч в ворот не попал. Выигрывает здесь варан воздух. Но, как выясняется, для Мюллера. А пробить-то не дали. Серхио Рамос навязал. И не умодил. Передача именно на Крироа. Не было ли там игры рукой? Была. Была этот гол. Роналду не будет засчитан. Но была или нет, это пока что повтор. А судья уже решение принял. Криштиану недоволен. Конечно, чуть не плачет. Но мяч не засчитан. Ну пробил-то потом как здорово. Криштиану Роналду. Тиагу Алькантеру. Или Арина Робина. У кого-то еще добавить. Но в резерве Сандро Вагнер. Полисо Руди и Берна. Или Кингсли Камана травмированного. Так, Алькантера. Но повышенных тут Кюперс. А ему вообще все равно. Ну, теперь мы знаем, что Тиагу точно может сыграть какого-нибудь гангстера в кино. Потому что, как бы, эпизод, этот микроэпизод, он выиграл. У Лукаса Васкеса здесь. Штрафной. Все-таки назначает Бьерн Кюперс. Видимо, ждал подсказку от ассистента. Неправ был здесь Казимира. За что получает еще и желтую карточку. Нарушив правила против Хамеса Родригеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова